заказала себе двойной эспрессо и вот этот заказала себе буррито буррито вот они с белым яйцом ну смысле с белком вот этот сасич заказала себе он стоит 399 и вот он мой двойной эспрессо сейчас я сюда добавлю медик и так нашла я мед а нет не громадный нормальный гулять так гулять как я люблю вот такие буррито дома сделай элементарно нет вот тут вкуснее все равно громадная буррито ой 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 это конечно следующий раз буду одно буррито брать то после того сэндвича горяченький такой вкусненький у меня меня горяченько вкусно я обожаю буррито просто обожаю с дугласом сюда ездили макдональдс там брали утром буррито только утром можно было взять на завтрак а там все эти сосиски они как же вкусно самое главное как удобно придумали я становилась всем склаве и тут надо считать этот код сейчас будет здесь вот мне без без карточки без ничем не залились на 17 долларов почти вот он я подхожу открываю свою эту этот об сэм склад считываю код он не говорит так номер 4 адрес все это прочее прочее выберет выбери газ вот он стоит 313 а я заполнила по 308 5 центов мне сразу дается скидка я вставляю без всякой карточки вставляю набираю вообще супер так он так легко и то же самое я рассчитываюсь всем склаве в магазине я просканировала каждый товар который я взяла в себе в корзинку тут же нажала на кнопочку и она сама все это все тут же с меня сняли здесь бензина поехали 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 еще но на 392 мили вот она переключилась надо мне зайти еще помыть ручки и прямо рядом с тем словом есть и джим от ну как всегда не зайти прям такая сумка симпатная реально симпатная стоит всего 30 долларов кошелек сразу набитый деньгами понятное дело и так далее и тому подобное что-то такое что-то такое прям куча симпатичная 129 130 долларов хорошие досмотрится прям носу ну смотрится да 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 кожаный рюкзачок 60 долларов дикен вай донна кара нью-йорк хороший я настоящий кожаный-кожаный тут этот расстегивается туда можно напихать что угодно да хороший чем качество 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 чем он 100 228 или стоит в магазине а здесь он стоит всего лишь 60 долларов натуральная кожа смотрится шикарно просто нашла купальник свой размер он 40 9 чашка вот эти рюшечки рюшечки но с другой стороны желтый купальник я обожаю желтый купальник он стоил в магазине 129 это у нас кто вообще чья это марка вот она эта марка и здесь он стоит 12 размер и здесь он стоит двадцать девять девяносто девять возьму потому что моя вот она 40 где 40 детей или не 40 деменов 40 дедина 40 гиппадает она тянется ладно и вот стоит большой красный автобус там можно зайти сдать кровь но я пока не собираюсь я несколько раз пыталась два года назад я последний раз давала кровь а потом несколько раз пыталась сдать но у меня был очень низкий низкий уровень железа вот эти красные автобусы стоят везде на всех торговых на многих торговых классах так купила себе так купальник за 30 долларов 30 ну реально 32 стоит потому что красивая такая застежка в купальнике конечно главная застежка когда вот такая шикардосная застежка это уже о многом говорит до хорошие 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 так если я его вот так если я его вот так я надеюсь все таки мой размер и опять-таки же, ну пусть будет с рюшечками. Я в конце концов говорю, девочка или где? Правильно? И вот она, Наркуссия, это улица современнейшая, по которой только что ехала. И вот пошли сады, огороды, фермы пошли тут же рядом. Тут же цивилизация и тут же деревня. Вот у кого-то тут растут что-то в деревушке. Он опять же озерцо небольшое, прямо возле дома. А вот тут вот нашадушки. Мои маленькие, такие, холюсенькие. Вон они, вон они, вон они. Вон они. Вон они. Итак, Рестерия. Уже проехала я свой необитаемый остров. Сейчас через задницу буду к нему добираться. С другой стороны. Ой, как хорошо, господи. Это Рестерия, зона отдыха. Пошли по моим ручки. Проверим санитарное состояние. И хочу Кока-Колу купить. Вчера решила Кока-Колу вообще не пить, а сейчас решила нет. Все-таки хочу. Сейчас возьму баночку холодненькую. Тяпну. Так, ну и заехала в Павлиц, потому что там на необитаемом острове магазинов рядом нет, ничего нет. Мне надо купить какую-то наживку для рыбы, которую я буду ловить. И вообще похожу... А, я хотела Кока-Колу все-таки купить. И что-то надо еще мне купить. Сейчас посмотрю, на что глаз ляжет. Еду ем свою чернику, или как она называется. Купила три пачки черники в Павликсе. Купила все-таки Кока-Колу. Тут, видимо, их выращивают. Или это какой-то парк, не знаю. Так, вот это мост через речку. Вот она. Вот она река. Ах, это река. Трам-та-ра-рам. Я уже почти на месте. Я сюда не заезжала. Заеду-ка я в этот маленький парк. Такие халюсенькие парки. Так тут уютнее. Вот тут, кстати, можно и ночью переночевать. Он кто-то там уже сидит. Водля водички. Сейчас, 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 за удочкой, сейчас. Кайфу? Она такая классная. Лойда чикен. Ну че, ребята, меня пустите посидеть, нет? Сейчас я заберу свою Кока-Колу. Ну че? Тут можно сослычок сделать. Еще раз повторюсь, все эти парки, все это бесплатно. Какая громадная ящерица на дерево полезла. Рыбочки ловят рыбку. Такая красотулечка. И вон там вот находится. Опять какой-то пожар. Необитаемый мой остров. Сейчас пристегнусь. Сейчас. Я хотела на мостик заехать. Я хотела в парк заехать. Еще один. Еще один такой же парк. Ну прекрати уже бубнеть. Ну что ты, я не знаю. Вредная. Ну ты посмотри. Еще один парк с двух сторон. Кстати, парк, когда мост, под мостом обязательно есть парки. Тут вот есть домик туалетиком называется. Вот сюда на целый день приехать. Вот тут можно лодочку спустить на воду. Тут, кстати, можно ночью переночевать. 24 часа работает этот парк. Так. Классное местечко. Просто прелесть. Вот тут припарковать машинку. Может мне тут рыбку положить? Ну хотя зачем здесь? Там есть специальное место. Четыре парка. Какая красота. И у каждого вот свой пирс, свой выход на море. Чудо. Это просто чудо. По ужинам выжил на берегу. Взял лодочку и поехал любоваться загадом и разведом. Я купила себе новый annual pass. 64 доллара стоит на год. Даром. Просто даром. Итак, вот мой годовой пас. Стоит 64,20. На весь год. Это вообще уму непостижимо. Это вообще даром просто. Поехали. Господи, да как же красиво. Господи, ну как же тут красиво. Вон их сколько она бежала. Вот такой у меня тогда на вилку взять бросила. Вон тебе рыбка. Она, правда, маленькая очень. Вот они эту маленькую рыбку используют как наживку. из воды. Ой-ой-ой. Я вижу затонувшую яхту. Я надеюсь, что все спасены. Как она сюда пришла? Каким образом она сюда пришла? Как жалко. Как это так могло случиться? Что случилось, яхточка моя? Вау. Это что такое? С черным парусом, что ли? Или что это? Итак, летчик мой собирает свою машинку езжать. А у меня получились, не знаю, макароны, сок с грибами. Как угодно. Ты как хочешь это, но заведи сюда, заведи сюда, пожелать по кусочкам. Наверное, будет сок с грибами, да, с макаронами. А как потом? Сейчас водичка вся уйдет. И останутся у меня грибы с помышленькой. Ну что ты? Супчик ты, либо не супчик. Ну? Ах, как вкусно, как грибочками пахнет. Сюда бы еще немножко майонезика, но это будет уже лишнее. Масла добавила и достаточно. Макарошки готовы. Они очень быстро варятся. Ну пусть еще чуть-чуть покипит. Маслечко у меня лежит. Боже, как вкусно. Это у меня салфетка в воде, чтобы не улетела. Сейчас. Ммм, ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Просто вкусно. Горячо-горячо. Я реально голодная. Я когда сегодня завтракала? В девять, восемь? В девять, наверное. Ммм, ням-ням-ням. Ух ты, какая рыбка. Вот такую на сковородочку. И на зажарочку. Класс. Еще дышит веника. Ну что делать? Они все еще дышат. Вот зенку и вытащил. Вот их сколько рыбок. Обалдеть. Вау. Вот эту штуку. И сейчас вытащит, через секунду вытащит полную. Как красивая такая луна невероятная. Ветерочек поддувает. И красный флаг трепещется. Следовательно, купаться в океан заходить нельзя. Ну, мальчишка, конечно, наловил рыбу. Ух ты на ведро. Я думала у него попросить одна в ту. Но да, эта ночь она будет лежать у меня вонять. Мощь не хочу. И пошел закат потрясающий. Как солнце светит сюда на металлический знак. Как отсвечивает. Просто солнце горит в этой металлической небольшой штучке. Ой, да чего же красиво. Господи, дяденька, амулет, наверное, чуть-чуть за 70. Боже, если бы я знал, что тут такие красивые люди ходят, я бы приходил сюда. Я бы пришел сюда пораньше. Я говорю, ой, я говорю, то же самое могу сказать тебе. Он говорит, ты откуда? Я говорю, вообще, я живу в Орландо, но я родом из Украины. Он говорит, а я родом из Италии. И как начал мне на итальянском, я говорю, вот теперь я вижу лицо, реально итальянское лицо. Ну, видно по нему, что он прям итальянец-итальянец. Ой, как здорово. Боже мой. Прохладненько вечер. Ну, конечно, ноябрь, в конце концов, как бы там ни было. Ночи, да, прохладные будут. Даже холодные будут зимой ночи. Вот такой домик на колесах я хочу. Вот сверху у них батарея стоит. Ну, рам не хочу. Рам про мастера не хочу. У него такой узенький нос какой-то, но я внутри заходила, высоченный, шикардосный, конечно. С какой силой вода идет в реку. Так что сейчас река имеет соленую воду. Она, собственно, всегда соленая. Такая махинища воды. Каждый вечер заливается в реку. И потом с утра выливается. Не знаю, сколько раз день прилив-отлив. Надо, кстати, посмотреть сейчас. Я ни разу никогда не интересовалась. Вон она как. Дядечка какая-то явная. Чистейшая вода. И так я поменяла свою локацию. Приехала снова вот в это местечко. Уже остатки, остатки, маленькие остатки. Солнце осталось. Смотрит, как ярко светит луна. Мы с дяденькой так долго болтали. Я сделала фотографии его там с его другом. Оказывается, он сам из Ирландо. Этот итальянец. И он проходит мимо меня. Говорит, дай мне твой телефон. Я думала, нифига себе. Он сделал телефон, сделал несколько фотографий. Такие классные фотки. Я, оказывается, вся в красном. Я даже что-то не подумала. Сейчас выставлю. Камера всегда осветляет. На самом деле, небо уже темное. Прям так красиво. Такой цвет, такой закат. Ну, почему-то меняет цвета. Совершенно меняет цвета. Я же все хожу гуляю. Вот так красиво в темном цвете. Кто там? Цапелька летит. Ой, как хорошо здесь, Господи. И этот итальянец стал мне рассказывать, что смотри, говорит, видишь прилив. Я говорю, ну да, вижу. Он говорит, а через шесть часов, ну, с начала прилива начинается отлив. Я говорю, да, я думала, только два раза в день. Он говорит, нет, каждые шесть часов прилив, отлив. Ну, получается, четыре раза в день. И так красиво. И вот вода сейчас затекает, опять-таки заливается, высасывается из моря в реку. Ой, как здорово. Как романтично, романтично. Я роботу отправила, он кричит, я тоже хочу. Я говорю, так, приезжай. Я отправила видео рыбочка, который рыбку наловил. Кучу. Почему ты мне не сказала? Говорю, я сама не знала, что я сюда поеду. Даже понятия не имела. Вот приехала и все. Вообще, я ехала на Мексиканский залив сегодня. С дядькой так долго разговаривали с этим итальянцем. Такой приятный, такой прям хороший-хороший, такой дядечка. Боже мой, какой кайф. Я лежу в машинке. Вот там у меня звезды светят. Я лампочку включила. А там у меня луна светит. Я открыла багажник. Вау, как классно. А ну-ка, лампочка, давай-ка мы с тобой посветим. По-нормальному. Давай-ка мы с тобой посветим, где мы находимся. Видно? С трудом видно. Вау, как классно. И вон она, лунная дорожка. Вон она. И вот видно. Вот она луна. И вот она яхта перевернутая. Вот она. Принец затонувшая. Принец. Принец. Принец.